Скоро наш кабачок перебежит на другую сторону угорода. Во всяком случае он так намеренно туда ползет. Опять его надо обрезать, подрезать. Занимаюсь заготовкой, делаю маленькие помидорчики. Сейчас соберу урожайчик. Вот эти соберу. Нужно у меня перчики, срочно делаю маленькие помидорчики. Петрушечка мне нужна. Всё, жара тебе достала. Не спалыв тебе месяц август, а тебе спал месяц сентябрь. Завтра у нас 1 сентября, а у нас тут всё так грустно. Со вторника дожди обещают. Держитесь, ребята. Единственный, кому хорошо, это петрушка. А я вам обещала показать соседские помидоры. Сейчас покажу. Луиджина в бане моется там. В трусах выскочил бедолага. Я говорю, да не выскакуй, я сама же откроть могу. Знаете, как-то приятно ему всегда меня встретить в неположенное время. Но он уже не отрывает. Так, что всё нормально. О! Видите, какие помидорчики грустные стоят. Стоят и грустят. С той стороны на них смотрела, когда мусор выносила, они ещё и болеют. На половину чёрный я несу. Кстати, тоже смотрю, один куст что-то пожелтел. Конечно, он и новые линии выпускает. Причём красивые. Но что-то есть в нём и не то. Знаете, сентябрь есть сентябрь. Там, если резко пойдут холода, то тут уже будет все. Конец нашим помидорам. Они вот красивые. Уже солить не будем, а будем делать по-корейски. Знаете, какие гроздья. Гроздья, гроздья, гроздья. Так. Тут их ещё и есть, и есть. Не так уж много. Ну и не так уж мало. Я думаю, килограммчика полтора тут будет. Такая мысочка приличная. Так что сейчас я их мою, напополам разрезаю и делаю по-корейски. Только в эти панедорчики по-корейски. Есть у меня свой лучок синий, а есть вот такой, который Сильвию подарили. Этот сладкий. А мой, наверное, мой, который мой. Он, наверное, будет. Не знаю. Наверно, порежу и тот, и тот. Сейчас найду баночку и делаю их опять типа по-корейски. По-корейски это заливаю горячим маслом. А специи, какие вы хотите. Ребята, они получаются вкусные. Соль, уксус, чеснок, петрушка и раскаленное масло. Кориандра у меня нет. Гремучая смесь. У меня было два корявых помидорчика, я их тоже смолотила. Чеснок, петрушка, пару горьких перчиков. Смотрите, вот тут горький перчик целиком. Я его не стала разрезать. Три луковички небольших. Соль. Сейчас мы так прямо чуть-чуть это дело присолим. Добавляю уксуса немного. Высыпаю сюда специи и в это время сейчас разогрею себе пол стаканчика масла. Масло у меня дешевое, оливковое. Такое покупали по три с чем-то. Это не экстраверт. Это самое обычное. Можно обычным, растительным, рафинированным. Потому что если зальете оливковым, стоя в холодильнике, оливковое масло кристаллизуется. А эти нет. Поэтому советую дешевое масло использовать. Все, ребята, кипятим масло. Ну, не кипятим, разогреваем, не заливаем. Думаю, хорош на специи, на лучок, на помидорчик. Чтоб всем попало. На себя только не ляпайте. Перемешиваем. Две полутора литровые баночки. Я вам должна сказать, не так уж мало. Сейчас я их придавлю, еще ёшечкой долью. И свой сок они пустят. У меня еще был цукини. Я его порезала и пробаланшировала. И тоже добавила. Сейчас он этим соком напитается. Здесь у меня где-то зеленый помидорчик, который я хочу. Вот он, видите. Который я хочу потом попробовать сама. Как будут вести себя зеленые помидоры в такой закусочке. Я думаю, что ничем не хуже. Поэтому потом сделаем зеленые. Сейчас поставила их так. Буду уходить на работу. Переверну на крышечку. Приду с работы. Опять переверну ванночку. Они уже к вечеру всё. Уже можно наслаждаться, ребята. А если на второй день, еще вкуснее. Соседские помидорчики. Вид снизу. Дали какие мы хорошие работники. Лед на работе ворует. По дороге потихоньку. Та это я его потихоньку пью. Тридцать едино градуса. Пол одиннадцатого вечера. Подарили мне перчики. Ну они чуть-чуть такие, знаете. Кое-где надо обрезать. Но ничего. Сделаю аджику. Пошу. Вы думаете это еще вчера? Напрасно вы так думаете. Это уже сегодня. Такая жусь. Чи спала, чи не спала. Непонятно что. В общем, ребята. Поехали. Показать вам. Утреннюю герою. Которая еще спит. Давайте во-первых. Всех с первым сентября. Наши детки идут в школу. И никто не болеет. Ой. У нас этот сентябрь начнется не скоро. Со средины сентября. Я имею в виду школа. А вот жара. Сегодня должен был быть последний день. Мы это с вами проверим. Завтрашнего дня. Бури. Ураганы. Дожди. Снижение температур. Ого. Ну, бальзам на душу. Видали? В воскресенье. Город спит. А он не спится. И належится. Тридцать один градус был. Сейчас двадцать шесть. Так что сейчас хорошо. Одно. 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 Браво. Запоминаем этот тепленький денечек. Говорят, завтра будет прохладно. Надеемся. Паркуемся. 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 Вручную. В ножную. Тут такие девочки, что они как толкануть. Цыганский табор. Приехали на море. Да. По камням, че не знаю. На дикий пляж. По-дикорски. На скользкий камень. Сейчас мы на Юлю поднимемся, как она пойдет. Чап, чап, чап. Ага. Ага. Глеб волосы покрасили в рыжий. Теперь у нас один цыган рыжий. Один блондин. Короче. Семья блондинских. На переправе. Все. Опять. Черные и белоснежные. Будут рядом. Подождите, мама занята. Тут решила баночку кончить. Алена, я хочу, чтобы ты попробовала этот зелененький. Потому что я хочу отдельно сделать зеленые помидоры. И хочу знать, годится оно или не годится. Да, в зелененький все вкуснее. Чем красный. Вот так вот. Вот так вот. Угу. А цебуля? Тоже дуже вкусно. Да вообще. А ну кабачук. Угу. 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 Ну все. Рецепт. Находка. Дуже вкусный. Классо. Я думаю так, что пока сейчас Слава пишет, скупляйся. То сейчас Алена... Ха-ха-ха-ха. Цю баночку прикончить полтора литровую. Да. Давай, давай, Алена. Умничка. Кушай. Кушай. Большой землей. Ничем не щелкай. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Вперед девочки. За медузами. Можем из медуз шашлык пожарим снова. Нам тут не матрас. Нам тут отдельное море надо. Для наших семейства. Тоже я хотела з ними поплавать. Куда там? Нема за что прицепиться. Осьминушки. Галюна маску взяла на медуз посмотреть. Вчера они акулу якусь на море встретили. Весь пляж собрался. А сегодня не знаю, что там. Так. Проголодались на диком пляже. Сейчас будем людей пугать. Убегать. Ну наверное. Удуть? А что ты за рожи встал? Не разжигай. Да, да. Угу. Угу. Да. Угу. 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 дать тебе скотекс в помощь у меня есть ужин жарится аперитивы на аперитиву вывалите багетку на сальсичи на дворе жара на углях жратва черненькие тут нюхают и ждут хорошо хороший аперитивчик плохо видно против солнца закрием своим телом от нее сейчас все посадку сжирают скатерть самобранка а ну-ка а ну-ка осторожно вот и сейчас пораскидающих на на песок ты шо ты шо ты шо ты шо ты шо держи дети хватай кум ой какие смачные где наши буты скажи альона можно брать тут уже нема чего брать берите бегом а сейчас еще по бутерброду вперед это с верху добавка на бутерброд скромность пересчастья мы за льоной рубаем рубаем у нас рядом марокканскими рыбаки рибу ловят что-то они захватили леска натягнулася что они тянут потянут альона моя говорит ма давай попросим у них мясо шашлыка зажарим сейчас посмотрим что он вытянет что он ничего не вытянет ну ничего не вытянет ну ладно в следующий раз попросим красота после работы я своим выслала у нас сегодня футбольный матч и они там бегают работают но мы уже до этого набегались наработались молодежь шла оперативчик делала и шли на футбол а теперь мы тут они там уже как раз а гляньте я вот это путерброд съела сейчас еще один всем всем ужин на море 6 часов ветера солнце печеный может лово где-то гремит гроза вдалеке слышно громим молнии не видно конечно днем но гром дремел я еще где-то там упаду на камнях я крюсалочка не будут валяться в море сейчас уже приятно солнце нормы печет но уже не шкварчить завтра вообще дождь обещаю вы в это верите там на камнях вы верите что завтра погода изменится молчать мои пузырьки пошли купаться наилыся напылися и пошли купаться и 2 алены оп одна русалочка вернула сейчас в стороне обалдеют обалдеют и вот в